Здравствуйте, друзья мои! Как хотелось бы мне сказать, рад вас видеть. Но я вас не вижу, и остаётся мне только надеяться, что эта программа, это зрение меня и слушание доставляет радость вам. Благословит Господь ваши ручки трудовые, ваши дела любви, ваши семьи. И сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о Боге. Вот так вот просто, просто о Боге, о том, как важно быть верующим человеком, как это много для общества, семьи, для государства даже. В одном из романов Маркеса «Сто лет одиночества», романе фантастическом, который многие из вас читали, есть один эпизод. Вот город, который описывает автор, вдруг настигает эпидемия беспамятства. И чтобы хоть как-то сохранить знания о самих себе, о предметах, которых людей окружают, даже название города, один из персонажей начинает писать таблички и вешать на каждый предмет. На ведро, на корову, с пояснениями, например. Это ведро. Оно нужно для молока. Молоко берётся из коровы. А рядом с названием города на столбе повесили табличку «Бог существует». Эпидемия беспамятства накрыла с головой XX век. Это было время больших социальных и политических экспериментов. Время, когда люди умные и образованные пытались избавиться от прошлого, найти новую точку отсчёта, забыть свои корни и забыть Бога. Вот такое религиозное беспамятство мы всем своим знаем, чем обернулось. Реками крови. История, пожалуй, не знала более кровопролитного века. Страшного по своим жертвоприношениям. Почему нам так важно знать, что Бог существует? Почему нам так важно знать, кто Он этот Бог? Почему мы не можем довольствоваться только верой, которая у нас в душе? И действительно, есть люди, которые говорят, что я верю в Бога, но не хожу в церковь. Я не верю в церковь. И чаще всего, когда я общался с такими людьми и наблюдал их жизнь, среди них были и мои друзья, очень хорошие приятели. Я видел, что вот это построение религии снизу, именно так можно назвать этот феномен, это чаще всего работа лукавой совести. Когда я пытаюсь субъективировать религиозный опыт, то есть полностью вместить его в себя, или поставить точку отсчета религии внутри самого себя, по неволе я приспосабливаю как бы Бога, приручаю его под себя. Вот я хожу на работу, сижу у компьютера, пятницу, субботу, воскресенье пью пиво с друзьями, играю на бильярде, ничем особенно не отличаюсь, и нахожу себе и выстраиваю такую религию, которая бы оправдывала мой образ жизни. Ведь среди преступников тоже есть верующие люди. И один из таких злодеев однажды мне рассказывал, что есть так называемый Бог воров. Идя на дело, они молятся ему, чтобы все прошло удачно, спокойно и без полиции. Бог воров. Вот это как раз тот вариант построения религии снизу, когда мы приспосабливаем веру под себя. Нам нужен некоторый объективный ориентир, некоторая истина, которая вытягивала бы нас, делала человечнее. Истина не та, которую я выдумал для себя, но которая передана мне действительно людьми, которым можно доверять, которые своей чистой, святой, правдивой жизнью засвидетельствовали, что их слова несут святость, доброту, любовь в этот мир. И вот эти слова, эти истины, они запечатлены в Священном Писании. Но мы с вами, например, читая, особенно американскую литературу, или любители вестернов могут вспомнить такую замечательную формулировку. Она читала свою Библию. Каждый из нас может по-своему вычитывать текст Священного Писания, находить оправдание в нем своим поступкам, даже жестокостям. И мы можем вспомнить массу сюжетов из американской истории, не только американской, европейской, конечно, когда с помощью Священного Писания люди оправдывали убийства, кровавые преступления и даже пытки. Свой расизм оправдывали ссылками из Священного Писания. Поэтому нам нужен не только текст, нам нужен подлинный смысл. Мы должны войти в саму традицию, в само священное предание, которое дает нам возможность правильно интерпретировать текст Священного Писания. Здесь можно просто отвернуться от этого поиска религиозной истины и сказать, я просто не хочу ничего об этом знать. Но продуктивна ли эта позиция? Человек без Бога идет очень опасной дорогой. Хорошо, конечно, когда у тебя в сердце начертан какой-то закон, и твой слух внутренний, он тебя не подводит, и твое нравственное чутье достаточно здорово, чтобы делать правильные решения, взвешивать свое сердце и поступки. Но вот в некоторых молитвах, древних очень церковных, мы встречаем такое выражение «Господи, избави меня от совести лукавой». Совесть изрядная трусиха, и с ней очень легко можно договориться. А если жизнь наша порочна, если мы привыкли потакать своим страстям, то голос совести со временем становится совсем неслышанным. «Очень важно знать, кто мой Бог. Очень важно знать, как правильно верить, что я должен делать ради того, чтобы быть рядом с Ним, что я должен сделать ради того, чтобы правильно научиться понимать Священное Писание, то есть то откровение, которое Господь нам оставил. чтобы не впасть в беспамятство. Потому что очень просто ставить эксперимент над своей жизнью. Но беспамятство и безверие, они поражают жизнь семьи, общества, государства. И мы знаем, к чему приводят вот такие глобальные катастрофы, глобальное беспамятство. Тотальное безверие. Получается общество, в котором брошенные старики, забытые дети, где разврат просто выплескивается из всяких берегов, где бесчеловечие становится нормой, безнравственность признается за здоровье. Это общество, которое убивает само себя. Можно, конечно, быть и религиозным человеком, и общество может быть религиозным, и тоже будет самоубиваться. В том случае, если оно вдруг признает Бога жестоким палачом, например. И те люди, которые убивали детей в Беслане, они думали, что служат Богу. Поэтому, чтобы избежать таких извращений, мы должны быть с истиной, стремиться к ней и бороться за нее даже так. В своей собственной жизни, в своей собственной истории, снова и снова возвращаясь к своим корням, к традициям, учась читать священные тексты, быть с Церковью. Вот это, конечно, призыв совсем не модный, призыв, который, наверное, многих людей оттолкнет, но, тем не менее, Церковь — это есть общество верующих людей, если мы рассматриваем его как социальный институт некоторый. Если ты с людьми, если ты в обществе, если ты верующий человек, ты, видя даже какие-то ошибки церковной жизни, замечая их, тем не менее, должен постараться своим примером своей жизни исправлять их, не отделяя себя от общества верующих людей, вот, друзья мои, это те простые вещи, которые прекрасно понимали наши предки, которые были понятны людям простым и образованным, но верующим, людям, которые жили жизнью церкви, люди, которые сами себя представляли церковь. И быть церковью, быть церковью — это великое благословение Божие. Пусть оно не оставит нас.